У 15 видов энтеровирусов есть свой сиротип. В зависимости от того, какой возбудитель попадает внутрь организма, развивается соответствующая клиническая форма. Энтеровирусная инфекция передаётся от человека к человеку. Заразиться можно и относительно заболевания, у которого нет явных симптомов. Энтеровирусы очень живучи. Они могут оседать на поверхностях одежды, предметов, продуктов и жить до нескольких дней даже при низких температурах. Инфекция передаётся через дыхательные пути и рот. Наиболее активная энтеровирусная инфекция распространяется в летний осенний сезон. Особенно плохо у нас промываются ягоды и зелень. Если не промытые и лежат в холодильнике, и вы их достали, то и плохо промыли, например, тогда вероятность того, что он может послужить как фактором передачи пищевой продукт. Наибольшую опасность представляет именно вода открытых водоёмов. Пруд, речка, непроточные, неглубокие водоёмы. Энтеровирусы очень хорошо размножаются в тёплую погоду и в благоприятной среде сохраняются до месяца. Летом энтеровирусной инфекцией люди чаще всего заражаются от воды из непроточных водоёмов. Если вы находитесь на природе, то ни в коем случае не мойте детские игрушки, фрукты, ягоды и овощи в речке или в пруду. Для этого используйте только бутилированную воду. Во время купания старайтесь не заглатывать воду. Озеро Протяжный в последний раз исследовали воду, исследовали, анализы хорошие. А вот пруд Боровое, там вода загрязнённая, микробное число в них выше, чем допустимо. Поэтому на сегодняшний день из официальных мест купания можно использовать только озеро Протяжный. Я не говорю, что нельзя использовать колодезную воду или родниковую, но мы не знаем качество этой воды. По словам врача, в Саровской водопроводной воде интервирусов нет. Заразиться инфекцией можно от грязных рук. Поэтому соблюдайте правила гигиены перед приготовлением пищи и перед едой. Мойте руки после посещения общественных мест. Не трите глаза, не прикасайтесь к слизистым грязными руками. Это может быть герпетическая ангина, то есть боли в горле. Характерные высыпания на слизистые, водянистые такие пузырёчки, которые потом вскрываются. И авточки такие, язвочки образуются, боли при глотании и так далее. Конечно, повышается температура, слабость, ненамогание и так далее. Заканчивается это доброкачественно. Ещё симптомами инфекции могут быть сыпь на ладонях, подошве стоп и в горле. Тошнота, недомогание, боль в животе. Наибольшую опасность представляет поражение центральной нервной системы. Точный диагноз врачи могут поставить только после лабораторных исследований и ПЦР-диагностики. Вакцины от интервирусной инфекции нет. Сейчас в Сарове зарегистрировано 4 случая заболевания.